Продолжаем представлять вам тех людей, кому сегодня уже вручили награды здесь на конференции «Х5 Диалог». На этот раз торговый дом Черкизова. Олег Заков. Расскажите, в какой номинации удалось победить? Победили в новинке сезона. Мы за «Гриль сезон» победили, получили эту номинацию. Это «Гриль сезон» Петеленко. Пятерочка, перекресток, соответственно. Каким продуктом удивили, так сказать, потребители и, собственно, группу компании «Х5»? Колбаски, шашлыки. Что для вас эта награда? Ну, в первую очередь, это признание успехов компании, команды, которая разрабатывала. И мы, когда делаем продукт, стараемся сделать вкусный продукт и для потребителя, и выгодный для нашего партнера. Ну, раз нам дали награду, значит, у нас это получилось. Расскажите вообще об успешно реализованных проектах в коллаборации с «Х5» за прошедший год или, может быть, за какое-то более долгое время. Ну, здесь, наверное, лучше спросить у «Х5», потому что не хочется рекламировать наши успехи. Но, учитывая то, что наш оборот стабильно растет и развивается, и количество наших продуктов на полках и «Пятерочки», и «Перекрестка» растет во всех сегментах, не только в курице, но и в индейке, и в свинине, и в колбасе, я это воспринимаю как хороший знак и знак того, что и потребителю, гостям «Пятерочки», «Перекрестка» наш продукт нравится и карусели, ну и, соответственно, самому ритейлеру, ритейлерам этот продукт тоже выгоден для продажи. Насколько я понимаю, на сегодняшней конференции ставятся стратегические планы на 2022 год. Как уже с этим у вас? Вы определились по сотрудничеству на будущее? Мы определились по сотрудничеству на будущее. У нас есть своя стратегия. Мы знаем по каждому из сегментов, в каком направлении идти, куда идет рынок. Мы стремимся удовлетворить потребности потребителя. Ну и, естественно, для нас наши партнеры «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Ивпрок» необходимый залог успеха, потому что если нашего продукта не будет на полках наших партнеров, то потребитель не сможет их купить. И поделитесь впечатлением от конференции, что уже за сегодняшний день удалось узнать, какую информацию от X5 получили и какая показалась вам такой особенно важной? Ну, я бы не сказал, что на этой конференции какой-то разворот я увидел от того, что был раньше. То есть, по сути, X5 продолжает движение в выбранном ранее направлении. Здесь, короче, здесь скорее какая-то подправка, подкрутка. То, что мы видим, гораздо больше внимания уделяется устойчивому развитию. Об этом звучало много. И мы, кстати говоря, в этом направлении тоже двигаемся активно. То есть, у нас в Индейке единственная перерабатываемая упаковка. То есть, я вижу уже, что здесь мы с X5, с «Пятерочкой», с «Перекрестком» можем сотрудничать. Также я вижу гораздо более качественный фокус и большой фокус на работу с большими данными. И «Пятерочки», и «Перекресток» стараются понять потребности конечного потребителя, своих гостей, и удовлетворить их максимально эффективным способом. Обратил внимание на то, что идет реальное стремление уйти от глубоких ценовых промо, от вот этой иглы, как ее назвали и Виталий, и Дмитрий, и Сергей, кстати говоря, тоже Гончаров, на более точечные решения, которые призваны удовлетворить потребности покупателя конечного. И мы здесь тоже готовы очень активно сотрудничать. И по большим данным, и по точечным промо, по продуктам. Потому что в целом я вижу, что... Да, и что еще я увидел? То, что и «Пятерочка», и «Перекресток» адекватно относятся к экономике своих поставщиков и готовы в большей степени вести диалог. И еще один фокус, который сделали, еще больше фокус на исследовании «Двантич». То есть и «Пятерочка», и «Перекресток» видят и слышат обратную связь от нас, от поставщиков, и понимают, что не цель стать хорошими для поставщиков, а цель вместе решать, как заработать больше. Не перетянуть кусок пирога на себя, а сделать этот пирог больше. И вот это я увидел, это звучало от нескольких спикеров. Это, конечно, очень важно. Мы пожелаем вам успешного взаимодействия с X5, не только новых наград, новых продуктов. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!